Йоу, друзья, всем привет! С вами Коча, срочное включение. В общем, стали мне, короче, кидать новости о том, как 18-летний чеченец, выходец из Москвы, отрезал голову учителю в Париже за то, что тот показывал карикатуры на нашего пророка Мухаммеда. Я специально посмотрел, что это за карикатуры, и действительно могу сказать, эти карикатуры – самое настоящее оскорбление нашего пророка, нашей религии. И я не понимаю, почему власти в Европе допускают публиковать вот эти самые карикатуры, где идет оскорбление нашего пророка в популярных журналах, и все это поощряется. Ведь, опять же, свободу слова никто не отменял, но есть же рамки дозволенного. Нужно же отделять свободу слова от оскорблений. Нормальный человек никогда не будет оскорблять другую религию. Нужно уметь уважать другую религию. Но почему-то власти в Европе этого не понимают. А про этого недочеченца, недомусульманина я вообще молчу, потому что настоящий мусульманин так бы никогда не поступил. И я сейчас смотрю, как наши российские пропагандисты преподносят данную информацию, что вот исламист, мусульманин, чеченский мусульманин отрезал голову там учителю еще раз. Да, настоящий мусульманин так бы не поступил. Этот человек никакого отношения к исламу не имеет, потому что в Коране написано, что убийство это самый большой грех. А этот человек отрезал голову учителю, и после этого поднял его голову и начал кричать Аллаху Акбар. Это что за издевательство над нашей религией? Ведь, опять же, да, любой нормальный человек, любой нормальный мусульманин, который хоть раз в своей жизни читал Коран, хотя бы часть Корана, он должен понимать, что это самый большой грех убить человека. И он после этого убийства, после того, как отрезает ему голову, поднимает его голову и кричит Аллаху Акбар, какой нахрен это мусульманин? Это человек, который опозорил ислам, и он за это отвечет перед Аллахом, да, и это я клянусь своей жизнью. Он за вот этот свой недостойный поступок будет отвечать перед ним, потому что настоящий мусульманин так бы не поступил. Что бы сделал настоящий мусульманин? А давайте посмотрим на нашего пророка Мухаммеда. Вспомните, как он вел диалог с нашими врагами. Он вел мирный диалог, и потом эти самые враги нашего пророка вставали на его сторону и принимали ислам. Вот насколько он был мудрым и миролюбимым человеком, наш пророк. Но наш пророк не отрезал головы людям, не поднимал их головы и не кричал Аллаху Акбар. Настоящие мусульмане так бы не поступали. И я сейчас просто читаю комментарии, и действительно меня бесит, да, что вот люди пишут, вот мусульмане такие, мусульмане сякие, мусульмане террористы. И, ребят, еще раз, настоящие мусульмане так бы никогда бы не поступили. Нормальные мусульмане, которые читали Коран, прекрасно знают, что убийство это грех. И они прекрасно помнят историю нашего пророка Мухаммеда, как он находил диалог с врагами. Ну и теперь давайте я вам прочитаю высказывание главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, что он пишет по поводу данного инцидента. Дорогие друзья, много раз говорил и не перестаю повторять. Преступник не имеет национальности. Вопреки здравому смыслу и всем нормам порядочности, некоторые СМИ, в том числе и российские, в первую очередь обращают внимание своих читателей на национальную принадлежность преступника. Особенно стараются журналисты, когда речь заходит о чеченцах. Сегодня снова в центре внимания с подачи СМИ чеченец в пригороде Парижа обезглавлен французский учитель Самуэль Пати. Французские газеты заявляют, что убийца учителя Абдулла Ханзоров, 18-летний юноша чеченской национальности, не имевший ранее радикальных взглядов. Правоохранительные органы Франции признали случившийся терроризмом. Известно и то, что Абдулла Ханзоров совершил убийство после того, как учитель показал ученикам в классе крикатуры на пророка Мухаммеда. Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью демократизации непозволительного отношения к исламским ценностям. Такие действия не иначе как провокационными не назовешь. Мы прекрасно понимаем, какое возмущение вызвала публикация в журнале у многих мусульман в мире, как результат нападения на редакцию и гибель многих людей. После убийства Абдулла Ханзорова полиции задержаны его родители, дедушка, другие родственники. Когда мы проводим следственные действия и задерживаем пособников террористов во Франции и во всем мире, поднимается шум, мол, в Чеченской республике нарушают права человека. Но разница в том, что мы не используем теракт в громких политических целях. Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить, чеченцы здесь ни при чем. Более того, Абдулла Ханзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции. Переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке. И наверняка давал отчет своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих. Забегая вперед, дабы французские следователи не добавили красок в версию чеченского следа, подчеркнул, что в Чеченской республике Абдуллов побывал лишь раз в жизни в возрасте двух лет. Мы осуждаем этот террористический акт и выражаем соболезнования родным погибшего, выступая категорически против терроризма. В любых проявлениях я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства. Когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество. А пока найдите в себе силы признать, что у мусульман есть право на религию, и никто его не отнимет. Но тут я вынужден согласиться с Рамзаном Кадыровым. Я удивлен, почему в Европе они обращают внимания на то, как идет оскорбление ислама. Они даже это поощряют, ведь эти самые крикатуры на нашего пророка Мухаммеда выходят в популярных журналах. И, конечно же, нужно это останавливать. Но ни в коем случае нельзя убивать людей, потому что это не по-мусульмански. Никто не имеет права забирать жизнь у другого человека. И что нужно делать нам, мусульманам? Нам нужно просто выходить на митинги и устраивать пикеты. Это я сейчас говорю мусульманам, которые находятся в Европе. Самое главное – это не молчать, а поднимать данную проблему. Братья и сестры, ну а с вами был Кочи ТВ. Пожалуйста, не пишите, что мусульманин там отрезал голову учителю и так далее. Этот человек к исламу никакого отношения не имеет. И за свой вот этот грех он обязательно ответит перед Богом. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой YouTube-канал и Instagram. Жмакайте на колокольчик и распространяйте данный видеоролик. Пусть россияне знают правду. И также пишите как можно больше комментариев, чтобы ролик двигался YouTube. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok